снова привет сегодня мы поговорим о рабочей виде в новую зеландию почему я выбрал новую зеландию тут скорее из-за каких-то романтических побуждений что ли нежели желание заработать денег я читал множество различной литературы про новую зеландию полинезию смотрел какие-то документальные фильмы тут загорелся желанием посетить эту страну вот с чего я начал я начал мониторить специализированные сайты по иммиграции в новую зеландию с которых я понял что эта страна с довольно таки сложным визовым режимом я начал рассматривать три типа виз это студенческая виза виза которая дается на языковые курсы и рабочая виза первые два типа виз мне не подошли так как казались довольно таки дорогостоящими для меня тут я сфокусировался на рабочей визе зашел в google тупо набрал работа в новой зеландии там вылезли какие-то сайты с компаниями их вакансиями ну я выбрал компанию стек которые требовали с джип-фиксера джип-фиксинг это установка гипсокартона нужны были монтажники гипсокартона естественно опыта работы в этой сфере у меня не было вообще строительством никогда не занимался но почитал что это за работа такая решил что несложная мне подойдет тут я начал придумать себе резюме резюме указал не конкретно что занимался там всю жизнь джип-фиксингом а какие-то смежные работы то есть также описал что этом являюсь спортсменом без вредных привычек что вы хочу жить и работать в новой зеландии что умею работать с инструментами легко обучаем могу разговаривать там на английском языке ну естественно прописал свою там армейскую службу университет где учился все это грамотно скомпоновал отправил на email этой компании где-то через дней 10 мне приходит ответ на email то есть компания заинтересована провести интервью со мной окей хорошо то есть еще раз почитал что такое джип-фиксинг подготовился к этому интервью вот какой-то день они мне звонят спрашивают что я то я что я хочу чем я занимаюсь тут и максимально честно с ними пообщался конструктивно то есть моя кандидатура и якобы подошла но так как было ну очень много желающих на эти вакансии то есть ничего проводили два два интервью сам то есть после трех интервью они звонят мне сказать что говорят что что я им подхожу но забегая вперед скажу что они не угадали так как поработала с ними всего две недели но неважно то есть они подготовили для меня рабочий контракт там job offer со всеми сопутствующими документами и выслали мне на email тут я уже подумал что все виза у меня в кармане поеду в новую зеландию но оказалось это далеко не то это это было только начало самый главный момент в этом самом деле это доказать иммиграционной службе свою профпригодность то есть даже если работодатель высылает тебе рабочий контракт это не значит что иммиграционная служба даст тебе визу то есть ты должен доказать иммиграционной службы что ты такой незаменимый специалист с огромной квалификации опытом вот что ты не будешь еще одним бездельником и лоботрясом который сидит на пособии каких новой зеландии кстати множество ну и вообще тут огромная очередь из разных китайцев индусов полинезийцев индонезийцев прочих монголоидов на въезд в эту страну то есть ты должен доказать иммиграционной службы почему именно ты должен показать себя с лучшей стороны и вот начал искать в беларуси вообще компании которые занимаются оформлением документов новую зеландию казалось что таковых нет перебрал вообще множество компаний никто не захотел даже взяться то есть никак не было практики такой тут я зашел на сайт на форум точнее народ nz.com там начал искать каких-то консультантов то есть нашел лицензированного адвайзера ирина стюарт можете записать ирина стюарт которая мне очень помогла я угадал с ее вообще кандидатурой эту роль то есть она мне помогла оформить все эти документы все грамотно мы с не составили то есть она мне говорила что собирать эти документы собирал отсылал ей она проверяла что-то мы дорабатывали что-то изменяли что-то переделывали вот в итоге какие документы я собирал первое это справа медицинская справка тут кстати важно что медицинская справка принимается только от медицинской клиники которая кредитована новой зеландии беларуси такая только одна есть ну если надо бы все будет интересно я потом напишу адрес телефона этой клинике то есть медицинская справка справка из милиции ну тут все понятно пишите заявление в милицию вам там через неделю справку выписывают вот так же что является доказательством вашей квалификации трудовой договор из предыдущих мест работы то есть здесь очень важно вы можете смекнуть подавать трудовую книгу не нужно ну для них вообще трудовая книга это не является таким документом для миграционной службы надо подавать трудовые договоры то есть трудовой договор потом рекомендательное письмо от директора предприятия на которую вы работали и рекомендательные письма от клиентов то есть это что касается подтверждения вашего стажа вообще также подавал помимо этих документов диплом из университета с оценками характеристика из университета также я делал характеристику от тренера тренер мне написал и плюс все мои спортивные достижения там пометил характеристики но это как бы для того чтобы описать вас лучшей стороны то есть тут чем больше соберете тем лучше также подавал сертификат европейской школы корреспондентского обучения что там учился на курсах английского языка и закончила тушку вот еще проверяется визовая история здесь кстати тоже важно очень указать там вроде за последние 10 лет страны которые вы посещали то есть надо даже указывать это важно кстати что проверяется если вам было отказано во въезде в какую-то страну либо вы где-то нарушили визовый режим какой-то страны это надо все указывать потому что это проверяется то есть если у вас не было никаких нарушений вы много путешествуете это огромный плюс то есть это значит для миграционной службы что по истечению вашей визы вы вернетесь благополучно домой то есть вам можно доверять вот все эти документы то есть еще раз перечислим медицинская справка справка из милиции копию трудовых договоров рекомендательные письма от клиентов и директора диплом с оценками характеристика из университета характеристика от тренера сертификат европейской школы корреспондентского обучения то есть эти документы я перевел бюро переводов там какие-то документы нотариально заверил и все это мы выслали в единый визовый центр в москву то есть эти документы отсканировал и как бы онлайн подал можно конечно почтой пересылать всю весь этот кипует и документов но это не очень удобно как иммиграционная служба проверяет вообще ваш стаж то есть вы в каких-то договор договорах трудовых у вас указан там директор какие-то контакты как они проверяют они тупо звонят по этим контактам работал такой у вас что вы можете о нем сказать то есть они проверяют якобы звонят или грубо говоря директору предприятия где вы работали спрашивать был работал ли у вас такой сотрудник вот ну вот в общем то и все вот в итоге все эти документы мы подали через три недели где-то при пришел ответ мне welcome to new zeland что значит визу мне одобрили то есть могу даже показать что из себя представляет виза это я распечатал электронный вариант визе указанная номер визы ваши паспортные данные период в течение которого вы должны въехать страну и период когда вы должны выехать со страны но тут возникла как у меня огромная проблема то есть я получил травму довольно таки серьезную травму позвоночника вот и уже думал вообще что никуда не поеду и все это все это напрасно но у меня было еще три месяца то есть я где-то подлечился мне чуть-чуть полегчало ну я решил все таки ехать кстати здесь хочу поблагодарить моих друзей очень не помогли в этом сумке говорил еще сталин все решают кадры и особенно хочу поблагодарить моего друга сергея микушку который вообще оказал мне неоценимую помощь возился со мной с моими этими документами все это время вот очень не помог спасибо друг вот что касается еще стоимости подсчитаем еще сколько я потратил услуга адвайзера ирины стюарт очень демократические цены были 500 долларов примерно я заплатил медицинская справка где-то 200 долларов милиция 20 долларов справка из милиции перевод документов но тут документов было очень много то есть это такая весомая статья расходов примерно 200 долларов консульские сборы там пересылка паспорта и так далее это тоже 200 долларов и билет минск москва сеул окленд ну я тогда потратил 1200 долларов ну там тоже цены варьируются то есть можно чуть дешевле можно чуть дороже в итоге расходы у меня были 2320 долларов вот ну в принципе не так-то и много вот что хотелось еще добавить а по поиску работы я под роликом укажу сайты чтобы вам было легче кому интересно где можно куда можно рассылать резюме свое там будут два сайта также можете найти вообще работу через facebook есть специализированные группы работа в новой зеландии русские в новой зеландии часто там выкладывают какие-то вакансии то есть вообще в окленде где живу в новой зеландии здесь очень много вакансий ну на строительные в основном работы то есть есть желание думаю можно попасть нужно делать все реально нужно просто немножко постараться и пошевелиться то есть надеюсь видео было интересно вы подчеркнете какую-то интересную для себя информацию вот ну всем спасибо за внимание пока